Добрый день, с вами Николай, и мы играем в The Elder Scrolls Online. Здравствуйте всем. Так, ну что, чем мы занимаемся? Давайте... Чё-нибудь будем делать, да? Правильно? Так-с... Мы в Stormhaven. Мы понемножку начинаем прочищать карту. Мы сновидцов немножко почистили, порезали... На халяву. Вильям Нурен, подумай только, я делил ложе с этой женщиной. А она чуть не убила меня, наверное, она была под влиянием до безумного культиста Сентула. Да, кстати, мне хочется спросить у тебя кое-чем еще. Ну, по-моему, здесь еще может быть опасно. Что за опасность? Ну, прежде всего, тут кишмак-ишмак... Скампы, но у меня есть причина полагать, что в наш мир может проникнуть кое-что похуже, если мы не будем действовать быстро. Этот безумный Сентула говорит Розали о порталах, открывая мы в открестности фермы. Нам надо уничтожить порталы. Тут наши мысли сходятся, я бы сам это сделал, но... Не хотелось бы, чтобы... Генис лишь обоих родителей, думаю, быть лучше, если хочешь ты. Ха-ха-ха, сука. Ой, простите меня, пожалуйста. Я уничтожу порталы. Падла. Вот... Тут как так, а? А, так вот оно. Это дейдрический портал. О, прикольно смотрится. Ну чё, прикольно был. Красивенький. Да, я вчера забыл лошадку прокачать. Забыл. Не знаю, почему-то это получилось. Ну, это больше не портал, это какая-то, смотри, дешевле камень. Который давал... Как бы сказать, передавал энергию, либо конденсировал её. Ох. Как бы еще. Ох. Велиш. Ой. Ура. Ну а чё яд не работает, алё, блин. Хор ушёл. Так, возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Горит свильм номер 1, отражение скампов. Скамп. Крики, что я слышал, принадлеждают умирающие дейдеры. Но настоящие музыки для моих ушей. И ты уничтожил это враглядие портала. Думаю, теперь мы будем в безопасности. С вами будет всё хорошо. Трудно поверить, что кто-то, даже к незнакомым, предложил столько усилий, чтобы нам помочь. По крайней мере, теперь у нас есть надежда. Благодарю тебя. Пожалуй, теперь нам надо починить и начинать строить планы по переустройству фермы. В такие моменты, как сейчас, мне хочется иметь больше детей и большую семью, понимаешь? Впрочем, будущее есть всегда. Ты знаешь, что любит Ингрид? Моя соседка? Я правильно понял твой намёк. То есть, Ингрид милая, но она... Ну, мне правда, казалось, что она довольно хорошенькая. И я к тому же... Ой... К тому же она вдова. Пожалуй, мне стоит навести Киеву визит. Спасибо за предложение. Хээээээээ... хе-хе-хе-хе-хе Так, ну что, поблизости у нас заданий нет. Поехали по основному. По сути, да? Ну да. И здесь должен быть где-то... Где-то должна быть конёшня. Поехали. Stromhaven. Не понял. Ещё одно задание задание. Какое хреновое... Дозорный решишь. Если идёшь в замок, будь на чуглу. Возле стен разберет лагерь воин и королев Хахарджада. Они утверждают, что идут сюда за дипломатической миссией, но я в это не верю. Зачем они пришли, на самом деле? Чтобы напасть на замок, разве это не очевидно? Это начало гибели Ковенанта. Попомни мои слова. Вероятно, король Хахарджад планировал это нападение с самого начала. Думаю, что мы просто вкрутим в армию в замок, увидел знамя мира. Значит, ты считаешь, что военное отражение? Разумеется. Я же не вчера родился, как и дама Валюх. За стенами она наш командир. Тебе лучше поговорить с ней. Найдёшь её в главном обороте. Хорошо. Хорошо, дама Валюха. Дама Валюха. Ага. Enemy in the gate. Дурак. Что, я не понял? Нельзя ещё. Нет. Ой, ладно. Протыкал. Подожди, ты хочешь... А где я не вижу здесь армии? Фахаджада. Нет, подожди, он говорит, здесь где-то расположилась армия Фахаджада. Вот это, что ли? То есть, ты хочешь сказать, вот это армия Фахаджада, которая может... Так, кейски говорят, что ж потанцуем. О, кейски, ловительница. А, ну, о, кейр. О, кейр. Эй, хер. Проклятые чужеземцы, с тех пор, как герцог женился на дочери короля Фахаджада, у нас без конца неприятностей. Теперь у нас на пороге войска редгардов, и они ждут, что рыцари пламени просто отойдут в сторонку. Что здесь происходит? Посланница Дерима явилась сюда с войсками, утверждая, что у нее дипломатическая миссия, порученная ей королем Малкира Фахаджада. Она говорит, что у нее сообщение лично для герцога Натаниэля, и требует, чтобы ее впустили. Вот что я скажу, только через мой труп. Разве она не может войти в одиночку? У меня четкий приказ, не пускать в замок никого из лагеря редгардов. Я рыцарь пламени, и я буду следовать этому приказу до последнего вздоха. Глава нашего ордена, сэр Хью, если у тебя есть сомнения, ступай в замок и поговори с ним. Понял? Так, точно, есть, сэр, 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 ес. Или как там? Сэр, ес, сэр. Так, поговорим. Посыльный. О, огромный молния Адама Ди Биен велела мне сообщить герцогу о происходе. Ты спасла меня от деревни Кейнли, я посыльный, тот со склада, и ты забыл. Прошу прощения. Я вернулся, и мне пришлось рассказать родителям, друзья, на воде раторвотства на деревне. Потом все просто вылетело у меня с головы. Сообщить об этом сейчас уже нет смысла. Я не могу сказать, что я забыл сообщить про тебя, герцогу. Мне очень жаль, честное слово. Надеюсь, ты меня простишь. Блин, можно тебе в рыло дать? Да, я еще забыл посылать посылок на деревне Кейнли. Это даже забавно, правда, нет? Ты что, и на меня сердишься? Ты ужасный посланник. Знаю, ты права. Я никогда не был хорошим посланником. Я всегда хотел стать королем, герцогом, или еще более важным. Не вышло. Но я все равно стараюсь со всех сил. Пожалуйста, не говори об этом никому. В следующий раз я спаю случай, обещаю. Жаль, конечно, нельзя его прирезать. Парня у ворот. Купил, короче, горячий шоколад в пакетиках. Херня такая. Да я не знаю, не наша. Заграничная. А хрень невкусная? Нет. Не знаю, почему такой вкус. Ненасыщенный. Блин, не знаю. Так, ладно, мне надо поговорить. С кем-нибудь? С кем-нибудь поговорить. Так, а... Блин, да стражники, вы че, охренели? Че у вас так много будет? Сэр Хью. Добро пожаловать в замок Аль-Каир. Наверняка ты заметил войско короля Каарджата, расположенное лагерем нашей стены. Я понимаю... Понимаешь я, почему Герцог на территории не расположен развлекаться с гостей. Надеюсь, здесь не для того, чтобы приумножить наши неприятности. А может, есть чем помочь? Ха. Нечасто я слышу такие слова. Но они очень кстати. Если здесь проливца кровь, крупкий союз, скрепляющий Дагерпольский Канад, будет уничтожен. Нам нужно разрядить обстановку, а то можно скорее. Ээээ... Но неплохо было для начала вкусить делегатов. Бухнин, что дома в паре держат делегатов ворот. Она наверняка слушает приказы. В этом ее силы и слабость одновременно. Придется сообщить ей, что сделает исключение. Между тем у меня есть задание, с которым думаю, ты неплохо справишься. Ну, что надо сделать? Эээ... Мы перехватили данное послание, король форжатой замка. Ни Хактор скрывается под обученным именем Альмандир. Сходи в библиотеку и покопайся в книгу. Нужно узнать, откуда эта вещь, как хорошо. К сожалению, Герцог требует, что вы посетили библиотеку и получили ее личные разрешения, а знать об этом нельзя. Библиотеку хранят сэр Грегори. Может быть, ты сумеешь убедить его закрыть на это глаза или покинуть пост? Попробуем. Повторяю, ты должна сохранить это в тайне. А Герцог как навалился, что многозаботная новость о том, что замки-шпион может его доконать. Пойди мимо мимо сэра Грегори, войди в библиотеку, поясни, что за Альмандин и отчитайся лично мне. Мда, как Герцог хочет поступить с войском Харжадо. Худу или добру, но сейчас Герцог предлагает этому бросить на меня. На теннеле, родственник короля Америка, на талант сохраняет спокойствие от трудной ситуации, ему не досталось. Разумеется, спруга Герцога, будучи дочерью короля Харжадо, не влечает до положения. Герцогиня родом Харжадо. Именно, Герцогиня Лакана, одна из младшей дочерей короля Харжадо, говорят, он очень ее любит. Она нечестно говорит обо цену, думаю, что за междение гораздо честнее, чем она стремится показать. А ты не можешь приказать ему кусить меня туда? Я не могу открыто подчинять в реках за Герцог, особенно теперь, когда у наших родов войск, а ты сможешь... Слушай, ты запоминаешь, Сергей Герцогиня Безумно ревнует свою жену. Ему кажется, что любой рыцарь подперет ключи к ее замку. Но это ты не от меня услышал. Хм, говоришь так, да? А может, на самом деле? Вот есть. Так, внизу. Гритцером Грегори. А, не шагу дальше. Это личная библиотека Герцогиня Тиннели. Никому не дозволяется входить туда без его официального разрешения. А если бы положение критическое... Если бы положение было критическое, я бы послал тебя на оружейный склад, а не в библиотеку. Там ничего нет, кроме книг. Честно говоря, я не понимаю, почему Герцог так о них печатся. Но все же, это так. Если тебя пущу, меня вышло из-за замка, может быть, и мою жену тоже. Твоя жена расстроится, если я... Что ты... Мозли... Так, фу, как красиво. Знаешь, что красиво? Мое лицо. Не люблю, когда мне выражают. Конечно, вряд ли кто узнает о том, что ты входила туда. Именно, я быстро. Ладно, ладно. Можь пойти, но ни слова. Никому об этом я то и лишусь работы. Помнишь? Ни слова. Да. Бывает же дни горчания. Такс, почитать, почитать, почитать. Друзья, книжная лампа. Стоп. Тушеная баранина по-бандарски. Рощеная новость в порции. Два фунта, порезанная кубиками баранины. Чашка бульона. Крупная луковица. Нарезанная небольшие помидорки давленные. Два фунта картофеля очищенного. Нарезанная на четыре части. Ну, это... Блин. Рагу типа, короче. Мясное баранье рагу с... Похоже. Выше же нагружает, все видно. Нарезанная новость. Счастливого ночного масла. Примерно же, когда у нас станет коричневого. Добавить его. Извините. Хорошо. Не в нашу сторону от огня. Доведите до готовности. Добавить соль перед вкусом. Не, кстати, неплохо. Можно это... Реальный рецепт. Почему бы нет? Тяжелая броня. Свет. Свет. Кузнечного... Ж... А, кузнечной жены. Шаршашграх Шархук. Держу пари, что ты представления не имеешь, как сделать броню. Думаешь, что... Можешь горбатиться на наковальне везде, не утирая под заливающие глаза и добитую по железу стали или даже орехалку, пока рука не откажет подниматься, что сможешь потратить неделю наковку и обработкой получить совершенную вещь. А серьезно, хорошо. Ты не боишься? Но ты еще здесь. Хорошо, может быть, у тебя есть потенциал. Если серьезно, ты сгибаешь ремеслу кузнеца, то ты нашел правильного орка. Я была воспитана в кузнице, и мехкая наковальна была моим лучшим друзьями, и я молод никогда не покидал в мои руки. И я могу рассказать, как делятся настоящие... А делаются настоящие доспехи? Мой совет, просто работай. Достань руду. Подойди к наковальне и выкаешь что-нибудь простое. Твои первые работы не будут отличаться сложностью. Ты получишь навыки, например, как улучшить заврядные доспехи путем закалки. Используй любую возможность. Посмотри, как работают другие кузнецы. Узычай новые стили и материалы, и твои работы станут еще лучше. Но ничто не заменит практики. Так что вперед. Логично. Житие святых. Соснование храмов трибунала неинтересно. Практика по алхимии. Наставник Дарас Бондус. Третья способом начинать жил гейминг, научиться создавать зелье, экспериментировать. Это подразумевает систематические опыты. Ну, то же самое. Делайте, делайте, иди. Посмешивайте тщательно подавленные реагенты, расставители, фиксирование результатов. Затем следите, замените один из реагентов, посмотреть, изменятся ли результаты. Однако ты, по всей видимости, считаешь, что если бросить схваченную наобу пригоршню реагентов в котелке, питающей водой, то получится какое-то-нибудь мистическое зелье. И я бы готов позволить тебе продолжить эти манипуляции впустую, поскольку веришь, что ты научишься на своих ошибках. Как бы долги не были пути, а в твоем случае, он каменистый, завален буреломами и все время идет в гору. Но управляющий твоего отца сообщил мне, что ты безрезультатно извел реагентов на 725 золотых монет. Так что я собираюсь поручить и выполнить практику, которая научит тебя хорошо хоть чему-нибудь и поможет спасти деньги твоего отца. Кроме обычных порошков из грибов цветов, будешь использовать различные части грызунов, добытых после твоей славной победы над крысами в кладовой. Это нужно исключительно для сокращения расходов. Пожалуйста, постарайся на этот раз использовать реагенты, в которых совпадают хотя бы некоторые свойства. Практикум по алхимии. Я добавил... Получил результат. Я добавил А. Получил результат. Угу. Ну что, прикольно. Теория молнии от Марата. Марат, младший волшебник из канвеля Каринфа. Битва у Красной Горы. Подожди, это не интереснее. Он признает свое первозагринание, разряд молнии делает это неправильно. Она отскакивает от него, заставляет его скрикнуть, мех стоит дыбом и искры проходят через все его тело, вылечетаясь с кончиков хвоста. И тогда он впервые задумывается. Так что же такое молния? Хм-хм-хм. Электрический разряд. Ну да. Так, почитаем. Королевский род Сентинеля. Чтобы понять, кстати, с вами мне Альмандин. Знаю, любезный читатель, что род нашего благодетельного короля с высшей степени знатый восходит к верховному королю Ар-Азалу через короля Джафра, через сановника Макалу, который женился на сановнице Феннише из Антифиоса. Тем самым соединил свой род семьи Филатидов, Почтенного Зизина. Его королевская величество, король Харджат, единственный потомок добродетельной Макалы. И Феннише своего рода Харджат, еще юный принц, взял жены за Рейфу, цветок Танетта. И она родила ему троих прекрасных детей. Детей, увы, цветок Танетта простилась жизнью, давая жизнь третьему ребенку. И всегда Редгарды ворвав скорбели по ней. Не, подожди, что-то не то. Еще раз, так, взял жены. И она родила ему троих прекрасных детей. Увы, цветок Танетта простилась жизнью, давая жизнь третьему ребенку. И все Редгарды ворвав скорбели по ней. Блицательное происхождение его королевского величества воплотилось в его детях. Старшей дочери Мэрии, жемчужины Сокоталама, средней дочери Лакане, звезде Альмандина. И младшем сыге, наследственном принце Аве, льве антифилософа. Ну, то есть, антифилософ. Альмандина, понятненько. Короче, это дочка. Ну, герцогиня. А что? Сэр Хью. Надеюсь, Мэриза должен взять на себя задачу, которая требует чтения книги, а не убийство читающих. Вроде то, что я оброчил тебе. Удалось что-либо узнать в библиотеке. А это... Герцогиня. Я этого боялся. Дальше нам придется действовать очень осторожно. Мы же не хотим, чтобы герцогиня Лакаражад поняли, что мы знаем об этой переписке. Завершим задание. Не страшно, не хочется этого говорить, но, похоже, придется обсудить это с герцогом. То, что герцогиня отравляет тайное послание от суд, серьезный взвод для успокоиться. Однако нам необходимо точности, на что они собираются делать. Герцогиня Лакаражад сделала желание выйти из замка и переговорить с генералом Редгардов лично. Разумеется, мы можем этого допустить, но герцогиня не отказывается доверить послу свое сообщение. Я могу доставить послание. Наши мысли сходятся тем самым, что я доверяю ее доверие. Ты уже помогла послу попасть в замок, и Лакаражад будет тебе доверять. Вступай наверх, поверь с ней, сделай все, что нужно, и узнай ее о ее планах. Хорошо. Да, блин, одни какие-то вот эти. Как это, блин? Все какие-то, короче, слишком настороженные. Да. Ага, ага. Ага. Не понял, наверх, как наверх подняться? Где-то должна быть лестница. Не понял. Ага, все понял. Так, притонцы. Прямо они притонцы. Тю, блин. Тюрема сказала мне, что ты поговорила с сэром Хью насчет дамы Фалью. Спасибо. Ты не представляешь какое-то обличение видеть ее здесь. В замке Аль-Кирире я чужая и не могу никому довериться. Иногда я даже думал, если могу ли я доверять герцогу. Почему? Потому что на моей жизни несколько раз повышались, если да, это был кто-то из замка. Пару дней назад один из слуг, пробующий блюдо, погиб от яда из-за Аль-Каира, который предназначался мне. Зачем кому-то тебя убивать? На пресс-ау Аль-Каира предпятают многие. Они презирают Ковенант и убили бы меня, чтобы уничтожить его. Мой отец пытается остановить личность убийц. Я должна поговорить с генералом Фодой. Он в лагере у стен в замке, но мне запретили выходить. И я могу отнести их. Могу ли я тебе доверять? Конечно, ты вступилась на нас перед сэром Хью. Что ж, хорошо. Однако, генерал, туда надо видеть не тебя. Тебе понадобится предыдущий его внимание. Может, это так и застанет легким. Но если ты сможешь одолеть несколько войн, он захочет с собой встретиться. Хорошо. Понятно. А, вот почему они напали. Ну, помните, когда мы подбегали, там был чувак, короче, вышел. Ну, игрок. Да, и на него напали там вот эти. А ты кто? Вилькес. Вилькес, а ты что делаешь? Мне не нравится. Мне это совсем не нравится. Там не зубы, шкафы от гардов, а рыцари пламени, похоже, осенью рады их видеть. Может, это как раз предыдущий время для отпуска, который я планировал. Может, можно, возможно. Иди сюда. Это военный лагерь. Таким ты здесь не место. Иди, свои дороги, маляка. Обнажи мечи и посмотри. С превеликим удовольствием. Славно сражалось. Эти рыцари пламени относятся к нам не лучше, чем собакам. Мы считали получить более радушный прием союзника. Эти рыцари пламени думают, что они лучше. Дайте еще с кем-нибудь. Влюблен. Да ладно. Тебе следовало бы проявить уважение. Тут полный солдат, которые сидели без дела долго. Кто-нибудь может решить отработать на те пару приемов. Я всегда готова. Как я, смотри, как сражаются истинные воины. Славное сражение. Славное сражение. Что это за цепленочи забрал к нам в лагерь? Может, сделать здесь я поставку для меча? Хочу подраться. Что ж, хорошо. Славное сражение. Так, с женщинами неинтересно. Давайте мужиков. Что у нас? Хочешь по лагерю с таким важным видом? Может, кто-нибудь преподать теорию? Давай. С превеликим удовольствием. Неплохо. Неплохо. Ты кто? Головорез. С тех пор, как я прибыл в Сархайвен, мне почти не приходилось пускать ход к таверу. Она тебе, похоже, нужно неплохо потренироваться. Давай попробуем. Думаешь, что ж? Давай проверим. Неплохо. Нот бед. Нот бед. Такс, поехали дальше. Дом Тодды. Тодды. Тодды седы. Генерал Тодда. Хм, с виду ты не похожа на грозный боец. Или все же ты осмелилась связиться в мой лагерь и затея драку с моими солдатами? Скажи, почему мне просто не обезглавить тебя на месте, потому что мне прислали герцоги? Принцесса? Значит, она жива. Это хорошо. Король Хахаджат прислал меня, чтобы я защитил ее, но отсюда я мало что могу сделать. Мне очень не хочется начинать войну, но я это сделаю, если король прикажет. Сейчас я жду новых распарий жений. Ты знаешь, кто-то ее пытался травить? О, да, я знаю точности. Тот, кто изготвил яд, долго упирался, но перед смертью он произнес все имя. Правда, мне оно ни о чем не говорит. Он произнес, фалю. Дамы фалю. Она же рыцарь в пламени. Да что ты, значит, она в замке? Тогда иди скорее. Скажи об этом лекане, чтобы она готова. Я не могу туда войти, так что защищать ее должна ты. Прикольно. А в чем у Данафа? Бред какой-то. Ну ладно, посмотрим. Ну интересно. Ух, нет, получается. Хорошо, дальше. Так, ну пройдем. Да, пройдем. Данафа льва. Что ж ты затеяла? Ты мне смотри, какая наглая жопа. Да интересно просто. Причем, почему, для чего. Стоп. Сюда, в эту сторону. Какое обречение, видишь, что ты снова здесь. Боюсь, я могла бы попросить слишком многого. Но скажи мне, есть ли вы генерала тут догадки по поводу того, кто мог принять эти попытки? Я приобрела Дамафалю. Что? То, рыцаря пламя не покляли защитить меня. Защитать меня. Защищать. Зачем кому-то из них лишать меня жизни? Я знаю, что Дамафалю был против моего брака с герцогом, но я и представить не могла, как это подогнуло и к убийству. Надеюсь, Дамафалю действительно действовал в одиночку. Если же в заговоре был вовлечен кто-то еще, не страшит, то кто это может оказаться в нашем будущем? Генерал туда предложил, чтобы была блага подожди. Ладно. Это не поможет. Сбежать, значит, сдаться перед нами ненавистью и безумной. Если кто и должен поплатиться, так это Фалю. Хотя я не всегда бываю с ним. Согласно, Сэр Хью хороший человек. Я ему доверяю. Расскажи ему о предательстве Фалю, он позаботится о том, что бы совершилось в рассуде. И я найду его. Поверьте мне, что мои подразделения оказались так велики и естественно. То, что убийца оказался при тонко, лишь делает положение еще более критичным. Пожалуйста, поговори с Сэром Халю и попроси его уладить эту ситуацию. Почему положение ухудшится? Потому что до конкурса, в том, что будет грязить еще большая опасность. Мое решение обратиться за помощью к отцу, не крыться на пламя, лишь ухудшилась ситуация. Сейчас я об этом жалею. Да, это так. Возможно, нам было бы лучше, если бы это правда первым узнал Сэр Хью. Впрочем, на жалобе нет времени. Теперь мы будем поступать, как полагается. После этого разбираться с Сэр Хью. Не буду ржать, если Сэр Хью тоже замешан. Стоп, подожди. А, нет, все нормально. Сэр Хью. Надеюсь, к этому времени ты уже зарычила с доверением Герисонине. Это хорошо. Тебе удалось узнать, с какой целью она сговорилась с отцом? Да, она боялась за свою жизнь. Если вспомнить о украшении, ничего удивительного в этом нет. Но зачем она обратилась к отцу? Ведь ее защищает рыцарей пламени. Не понимаю. Зачем ему присылать сюда войско? Яд убийцы изготовлю в Валкирии. Так сказала сама Герисонина. Да, но яд приобрела дома Фалю. Фалю? Ты в этом уверена? Я очень серьезное обвинение. Она, конечно, была против этого брака. Нам придется ее допросить. Но отправлять одну из зрителей пламени, чтобы ее оставить, это было не слишком мудрое решение. Я не могу это сделать. Я надеялся, что это ты предложишь. Мне это может помочь избежать скандала. Дом в Фалю расположен к северу от таверны. Если ты пойдешь туда, первый я соберусь в глядей и последую за тобой. И лишь бы меня не подставили. Я буду ржать, если меня конкретно подставят. А что ты сразу агрессивно настроена на меня? Если это что-то для этого, что не так. Угу. Угу. Где Фаллит? Она напала меня, и ее пришлось убить. Мне жаль это слышать. Я посылаю как следует. Я думаю, ее цель же доказывает ее вину. Мне бы хотелось сказать, что больше беспокоить нечем, но почему-то я просто не верю, что это действительно так. Что-то во всем это не сходится. Трудно поверить, что люди из Сова в одиночку. Вот именно, мне бы очень хотелось обсудить это с тобой, но только в замке. Мой дом находится... Не в замке. Находится за рынком. Если ты дашь мне немного времени, чтобы навести порядок и проведать герцоги, мы встретимся там и сможем побеседовать. Уру-шоу. А что ты не бежишь? Да, как-то странно ваше донаток. Одной дорожки располагаются друг напротив друга. Что-то мне кажется, ты тут тоже замешан немного. Ну, посмотрим. Хобана. Ты, сэр Хью, прислал тебя убить? Зачем тебя убивать? Так ты здесь для того, чтобы... Сэр Хью пошел и проведай нам безопасности. Нет, игра сетовазна. Хью хочет ее убить. Он безумен, но что-то видел во сне. Если ты мне не веришь, прочти его дневник. Он все записывал. Не двигайся. Так, дневник. Ну, я же говорю, что это не то. Так, эти недели меня учат кошмора. Замыгали Кэйра, бедный пламень, мятежи. Первый взвернул. Знал человек, который видел во сне. Это Кэйра и гибель. Это Лакана. Новая жена герцога. Первое взверно. Я не могу допустить, чтобы этот кошмар... Я вью. Руки дождя. Теперь мне все ясно. Это видение знак для меня и только для меня. Я должен сделать это сам, боги. Злой, плохой, белый мужик. Кто бы сомневался. Бедная, бедная рыцарка. И он ее подставил. И хочет убить еще одну женщину. Конечно. Кто бы сомневался. Герцогиня убили. Чего? Если не стоит моего времени, продолжайте двигаться. Версия гения. Посмотреть. Тело еще теплое, но ощупь на клинке, принадлежит спину. Женщина эмблема Реза рекламят. Очевидно, этот меч принадлежит Хью. Не успел. Она не должна быть мертвой. Это не может быть у Лакана. Ты говорила, что она так что... Знаешь, говори, сэр Хью. Хью? Он что, выжил с ума? Он должен был защищать ее. Как я объясню, это отца Лакана и ее сестре. Лакана никогда не обречила бы никому вреда. Она была невинна. Моя любимая жена. Ничего не понимаю. Сэр Хью верный и преданный служил мне много лет. Зачем ему убивать? Вредило, что Лакана уничтожит зома Калькаера. Этот безумец, умерший мужик, захитого слоя. Сэр Хью должен умереть. Помоги мне его найти. Должно быть, он отправился в крепость огненного меча. Пожалуйста, сделай для раннего Лакана. Найди Хью и убей его. Как вы это все будете... Ну, я, например, вот не знаю. Вот как такую ситуацию можно войну предотвратить. Вот мне просто интересно. Такс, вот этот... И вот этот... А, место занимает. Такс, поехали. Короче, вот сюда. Вот так вот. И вот так. Погоня Сыр Хью знает Сыр Хью припасть огненного меча. И чё? И чё? Да, конечно. Как-то все странно. Слегонца. Да не, не слегонца. Вообще странно. Пипец. Вот эта миссия мне не нравится. Почему-то мне кажется, по-тупорывам и сделана миссия. А что, завалили, да? Получить. Чуть-чуть не успел. Ну ладно. Я, кстати, своим чуваком основным сделал. Ну, убил её. Ну, конечно, не сам. Нет. Там было много всяких чуваков. Обаньки, миссия. Миссия. Ух ты. Потрёпанный сундучок. В этом старинном ящике лежал изорванный остатки рыцарского деяния. Дневники, грубо начерченная карта, на которой отмечался путь пещеры. Хм. Не облегчись, кроме своей последней. Восемь богов. Простите нас, чтобы остановить тройку. Нам пришлось похоронить сэра Дейна под сводами пещеры вместе с нашими врагами. Мы следовали приказу, но это не облегчило нашу задачу. Хорошо. Только перед этим мне необходимо выполнить задание. Да. Не-не-не. Потом, 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 потом. Потом. Сейчас нам надо выполнить основное задание. Я слышал, что огромная карта была уничтожена. Рыцарь пламени. Рыцарь пламени. Нев, давай пока. Подожди. Мен подоговорит с этим дебилом. Да, Макерен. Ты ищешь сэра Хью? Значит, занимаю очередь. Мы уже не сквеней. Ждем, когда он придет и даст нам ясное распреждение. Вернуться он вернулся. Вот только что-то безвязанное обратно. Знаешь, что это значит? Еще больше не разбериха. По-моему, Хью рикнулся. Так и есть. Он убил герцогин. Герцогин она мертва? Убита Хью? Во имя Мара не думала, что он настолько спятил. Пожалуйста. Теперь объясни, почему приказы такие запутанные. Хорошо, что мы не пошли в этапу на Редгардов в замке Алькейра. Где он сейчас? Он отправился в крепость. Но его, скорее всего, охранят сэр Круа. Пока мы не угладим все это, не разверив. Хью будет убить утренала. Тебе лучше поговорить сэром Эдмонда. Поднимись по листу, сэра знай. Если ты ввел из крепости Огненного Мещата, чтобы просить рыцаря пламения помощи, боюсь, мне придется тебя разочаровать. Сэр Хью безумен, он убил герцогин. Все намного хуже, чем я думал. И дело предпринимает немного более серьезный оборот. Хью только что убил за крепость. Вел он себя странно. Он там сэром Эдмонда, который готовится напасть на гарду замка Алькаира. Нам придется их остановить. Несомненно, эти рыцари, что здесь со мной, изгнали за то, что мы выступили против сэра Круа, но нам слишком мало, и мы не сможем бить крепость. И я соберу рыцари. Так. Свинется к общему делу. Здорово. Ты права. Это не хороший вопрос. Ты права. Ты права. Если сэр Хью, ты прав. Сэр Эдмунд. Готов? О-о-о-о. О-о-о-о. Сейчас выкинет. Ну да. Я знал, что мы брать и рыцарь, и мы будем видеть беду на самом кольке. Мы готовы, атаковать? Да. Поехали. Короче, они потрубят, когда надо будет, там, тара-та-та-та, потрубить в основной рост большого зала. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте посмотрим, что-то получится. Чё, прикольненький замик. Да? Угу. Не хуже, чем у короля. Ту-ту-ту-ту-ту. Поговорить с Эдмундом. Что ты хочешь? Мы застали их на слух. Думаю, это дало нам некоторое преимущество. Вы равно меня ранили. Но едва ли от меня будет теперь толк. Так, я сделал очень много грима непонятной темы шло. Я сделал то, что мог. Но мне не удалось рассказать сэра Круа. А теперь я обсуждаю, что он легко справится со мной. С ним должен сразиться ты. Где мне его найти? Он восточный грязь зоню. Убей его. Положись ему конец. Сэр Куа. Для Куа. Уехали. Так, не плохи или? Сорбат и сэр Куа. Ай. Та ёшкин. Кошкин. Та ёшкин. Та ёшкин. Пил сэр Куа. Чёрных. Таёх. Ну а теперь поехали, потому что у меня косо, охренеть. Чеши ЦМ-ка подстыкавшая на гору, я не успел даже тебе прочитать то, что ты хотел мне сказать. Стоять сука, ой, стоять девочка. Та-дин! Та-дин! Ты же на быстрее беги, чем я на лошади, охренеть лошадка. Я не туда. Ну ладно. Я скорблю по заруброва. И с тем, кто пал, сражаясь за него. Но, думаю, другого способа спасти рыцаря пламя не было. Спасибо, что стрелял, что не смог я. Битва окончена? Да. После смерти крова командования крепости у него меча приму я. Приготовление к походу на замок Аль-Каир, разумеется, будет отменено. Сбивать своих товарищей, чтобы восстановить порядок, было тяжело. Но что касается сэра Хью, просто немысленно. А внизу, в лазарете, мне сообщили, что он сметался бреду, крича об убийстве герцогини, и потом потерял сознание. Я не знаю, что делать. Я разберусь. Полагаю, так и надлежит сделать. Тебе следует знать, что какие бы преступления не совершил сэм Хью, он всегда был благородным и честным рыцарем. Я убежден, что его недавние действия обусловлены неким дешевым расстройством. Под большим залом, когда спустишься туда, поговори с целительницей Адеттой. Узнай ее мнение о состоянии сэра Хью, но я прошу тебя, если его действия и правда были продиктованы в безумии, прояви милосердие. Конечно. Конечно, конечно. Сердце его заколоть? Как там Мирзакордия? Мирзакордия? Мирзакордия. Одетта. Если ты ранена, можешь принять кое-кому. Я пойду к тебе, как только смогу. Я пришла к Сэру Хью. Саждая, Сэр Хью не в состоянии разговаривать. Я пытался ему помочь, но исселить ее просто не в силах. Похоже, он под проклятием, которую... Когда он пришел сюда, он что-то промолтал про себя, а скорее просто потерял сознание. В таком случае ему... Ну... Хоть бы осмотреть его. Не думаю, что ты как-то ухудшился. Так что, делать что хочешь. Однако, предупреждаю, проклятие вроде этого, очень непредсказуемо. Если вы чувствуете живое окружение, советую отойти. Если вы не чувствуешь себя дизъсым, я рекомендую выбраться. Если вы не чувствуете себя выдал ik, если бы не чувствуете себя в душе, я рекомендую эрой. Уэй, я рекомендую это сделать пружину. Крепость Эль-Кейера, Вownik из своей первой эры. Я попал его в сны. По сути. Какая идея? Харжана хочет напасть на Алька Виргер, цыгар Лакана шпионка. Ее отец сговорились против нас. Герцогиня Лакана замышляет на противение Алька и ее нужно остановить. Герцогиня я предала вас, мне придется ее остановить, что бы я там ни ставил. На второй этаж. Я знаю, что вы задумали вашу светлость. Я не допущу, чтобы Алька Виргер достался Редгардом. Алька и Редгардом? Слезы Зетта, ты сошел с ума. Мне жаль, но другого пути нет. Это единственный способ. Нет! Пожалуйста! Что я сделал? Я убил ее. Она этого заслужила, разве нет? Я знаю, что заслужила, или мне кажется, что я знаю, что это происходит на самом деле. Это сон. Нет. Это не прекращающий кошмар, в котором все равно сплю я или нет. Я убил герцогиню Лакана. Я слышал у тебя в голове шепот предвестника, отравляющий мои мысли. Теперь он мучает меня, показывает это убийство снова и снова. Коли, что ты такое как предвестник? Предвестник страха. Он всегда со мной, всегда шепчет, говорит о Редгардах, о Ликане. Я повеял ему, но он глал. Я убил невинную женщину, предал герцогство. Теперь предвестник прячется, но он все еще здесь, как его остановить. Мы должны убить его, ты должна убить его. Мой меч во сне, я оставил его в хронном зале предвестника. Притягивает к нему. Найди меч и найдешь предвестника. Черт, я не люблю тебя. Ай, что вы увидите. Я фееринга, джордс. Продолжение следует... Убила предвечника, да благословит тебя восемь богов. Мой разум свободен, однако злодеяния моих никуда не делись, с тобой все в порядке. Да, но мне нет прощения. Я приказал рыцаря пламени поднять восстание. Я убил герцога, и я предал герцогство. Эти грехи навеки запятнали мою честь. Давай покинем этот кошмар. Да, конечно, единство этого чувака ослабит. Герцогство... Струхейвы, да? Ну, что же делать, что же делать? Герцог Натинейль. За мной послал Сэр Эдмонд. Я приехал сразу, как только смог. Сэр Хью не молил о милосердии, он тверждает, что разум его не повиновался. Он был под влиянием Деэдра, который теперь мертв. Как бы не был велик мой гнев, я чувствую, что ты говоришь правду, и что Сэр Хью переменился. Однако, он убил мою жену, и этого я не смогу его попросить. Значит, вы прикажете его преснить вашу светлость. Он просил меня лишить его жизни и восстановить честь рыцарей пламени, но мои чувства слишком сильны. Я не могу доверять себе и не уверен, что смогу принять справедливое решение. Ты была в его сне, ты видела, что заставил его совершить убийство, а решить его судьбу должна ты. Да вы заебали. Простите. Вы неправильно, так нечестно. Своей жизнью он был сусом, нет? Ну тут... По сути, надо его убить. Почему? Чтоб не было скандала. Когда желание Сэр Хьюз будет уйти, Сэр Хьюз будет уничтожен. Насер Дмун, выйди вперед. Прости меня, мой сладый друг. Один точный удар. Бей, без промедления. Да, я жесток. А что делать? Сэр Эдмонд останется главой рыцарей пламени. Он хороший человек и верный рыцарь, однако я боюсь, что уже не смогу никому полностью доверять. А теперь... Чейс, рыцарь пламени, восстановлено. Убийца лекан и мертв. И все же ничто не сможет вернуть мою жену. Заебись. Сейчас, простите меня, пожалуйста. Подождите, подождите. Все, 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 сейчас, 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 сейчас. Я быренько уберу этот. Так, да. А теперь, оп. Сэр Эдмонд, Может ли появиться этот ревестник служить поводом для более серьезным? Может быть, появление этого ревестика служить поводом для более серьезных волнений? Если да, нам следует предупредить верховного короля Эмерика. Я разрешу его. Нет, вот понимаете, в чем прикол. Да, можно было его оставить в живых. Ну, по сути, он виноват. То есть, он лично убил. Но был немножко сумасшедшим. То есть, понимаете. Но если бы его оставить в живых, это... Дипломатический скандал. Ладно. Все это, конечно, классно. Все замечательно. Но... На этом будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. У нас в следующей серии. С вами был Николай. Пускай у вас все будет хорошо. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.